Слово для выступления. Предоставляется Сергею Сергеевичу Чуднину, начальнику отдела строительства и экологии администрации Курортного района. Добрый день, уважаемые жители Курортного района. Добрый день, участники собрания. Уважаемый Владимир Викторович. Как уже отметил в своем докладе Алексей Васильевич, в нашем районе каждый год посвящен определенной сфере жизни людей. 2017 год в Курортном районе объявлен годом экологии и благоустройства. В масштабах страны текущий год также и будет являться годом экологии и годом особо охраняемых родных территорий. Владимир Владимирович Путин четко наметил Куркомитету конкретные цели тематического года. Привлечь внимание граждан к проблемам экологии, обезопасить существующие экосистемы, сохранить многообразие биологических видов. Таким образом, все действия органов власти для достижения поставленных президентом Российской Федерации целей направлены на улучшение общей экологической картины. Предстоящие мероприятия должны привести к оздоровлению и очищению конкретных территорий. Важным результатом должно стать изменение отношения граждан к проблемам природы и экологии на более сознательное и более ответственное. Наш район является самым зеленым районом города. Только лишь площадь городских лесов в границах курортного района составляет 16 300 гектаров. В границах района находятся 4 особо охраняемых природных территории общей площадью 4000 гектаров. 140 парков, садов, скверов и иных объектов зеленых насаждений. Протяженность береговой полосы Финского залива составляет 60 км, где расположены 14 городских пляжей общей площадью 89 гектаров. Норматив обеспеченности зелеными насаждениями в два раза выше, чем средний норматив по прибыльным районам Санкт-Петербурга. Для того, чтобы сохранить все это многообразие объектов в надлежащем санитарном состоянии, администрация района разработана и подготовлен план мероприятий по проведению на территории курортного района Санкт-Петербурга, года благоустройства и экологии. Коротко расскажу вам о нашем подходе к формированию данного плана и о том, какие мероприятия мы в него включили. Прежде всего, при разработке плана мы четко понимали и ставили для себя задачу охватить все территории, заглянуть практически в каждый уголок нашего района. Все мероприятия сгруппированы по четырем ухрупненным подразделам, начиная с каждого двора квартала, продолжая границами муниципальных округов, затем района и завершая городскими объектами и инфраструктурными проектами. В каждом конкретном подразделии мы поставили и определили цели и сориентировали на них мероприятия. Все они представлены на слайде. Кроме того, для того, чтобы решить две главные стратегические цели, все мероприятия в плане мы разделили на два подблока. Это проведение акций, семинаров и просветительского работы для того, чтобы изменить отношение к жителям к вопросам экологии. И второе, это непосредственно сами работы для того, чтобы привести в надлежащее состояние и обеспечить более высокий уровень объектов. Всего в плане свыше 400 мероприятий мы скоординировали все планы всех отраслевых органов Санкт-Петербурга под ведомственные учреждения и предприятия района. В рамках сегодняшнего доклада я не смогу в полной мере рассказать про каждое мероприятие в отдельности, однако остановлюсь на наиболее крупных и волнующих наших жителей. В границах района существует два водных объекта – Финский залив и озеро Сестраирский разлив. Как уже отметил Алексей Васильевич, по институте администрации Комитетом по природопользованию была проделана огромная работа по обоим этим направлениям, как в части обследования береговой зоны курортного района и разработки генеральной схемы берегозащиты, так и в части комплексного экологического обследования озера. Начнем с берега укрепления. Сегодня создана современная эффективная система берегозащиты в восточной части Финского залива, и разработанная концепция позволяет, прежде всего, предотвратить прогрессирующие процессы разрушения береговой зоны. А если попросту говоря, мы перестанем ежегодно терять часть берегов и наших территорий. Кроме того, данная концепция позволит обеспечить стабильность береговых зон и городских пляжей. Благодаря разработанной концепции мы также имеем сегодня научное обоснование и понимание слабых мест береговой полосы, понимание мест, в которых воды Финского залива воздействуют более интенсивно на берег, и четко понимаем, что необходимо сделать в первоочередном порядке, какие меры предпринять. Сегодня администрация района совместным с Комитетом по градостроительству и архитектуре, Комитетом природопользования уже приступила к реализации практической части. В 2017 году мы планируем разработать проектную документацию по восстановлению нарушенного благоустройства береговой полосы, созданием элементов берегозащиты участка протяженностью около 1 км в границах муниципального образования поселка Солнечное. Не менее важен для наших жителей вопрос восстановления экологического состояния озера Разлив. Для улучшения экологического состояния озера предлагают использовать исключительно биологический метод. Именно создание на отдельных участках берега полосы зарослей путем высохи тростника. Данное растение изымает загрязняющие вещества из воды. Второе. Считаем, необходимо провести уборку отмерших стеблей жесткой растительности камышей. Еще один важный момент, метод, который предлагают сегодня специалисты, говорит о том, что необходимо провести зарыбление водохранилища дополнительным количеством хищных и так называемый метод биоманипуляции. Это все плановая работа, которая не требует огромных финансовых затрат и строится исключительно на взаимодействии различных служб и ведомств. В рабочем порядке мы корректируем и выверяем планы всех ответственных исполнителей и уверен, что в марте-апреле текущего года все планы до конца будут утверждены и в ближайшее время комитет приступит к реализации указанных работ. Если говорить о самих работах по благоустройству территорий и решении вопросов в этой сфере, то прежде всего считаю необходимым поблагодарить комитет по благоустройству правильств Санкт-Петербурга и комитет по градостроительству и архитектуре за созданные ими правила благоустройства территорий Санкт-Петербурга. Это действительно огромная намно-отворческая работа, которая проводилась в течение всего прошлого года. Принятие данного документа создало единые прозрачные механизмы решения вопросов в сфере благоустройства. А самое главное, этими правилами были урегулированы важные и значимые вопросы. Что касается нашего района, то принятие данных правил устранило действующие на протяжении нескольких лет пробелы в законодательной базе Санкт-Петербурга по вопросам содержания и эксплуатации городских пляжей. Сегодня этот вопрос раз и навсегда снят с повестки дня. Для того, чтобы жители курортного района владели полной информацией об адресности и видах работ, с 1 марта текущего года на сайте администрации района, на сайтах муниципальных образований, а также во всех печатных зданиях будет размещена подробная программа работ по благоустройству на текущий год. Особо хочу отметить качественный подход, который используют органы местного самоуправления при проведении работ по благоустройству. В текущем году планируется в поселке Репино работа по благоустройству территории по адресу Приморское шоссе, дом 423. Органы местного самоуправления сегодня уже провели встречу с жителем, согласовали все свои работы, представили им планы. То есть существенно происходит качественное изменение отношений между работами и учетом мнения жителей. Что касается просветительской работы, то особо хочу отметить подготовленную администрацию района проект «Эко-марафон». Это познавательное и интересное онлайн-приключение. Целью данного проекта является формирование экологической культуры, привлечение внимания общества к вопросам экологической безопасности. Пользуясь случаем и возможностью, предлагаю всем присутствующим в зале принять активное участие в этом проекте. Проект будет проходить в течение нескольких месяцев и запустим его также в конце марта текущего года. Уважаемые жители района, уверен, что только с совместными усилиями мы сделаем наш район еще чище, краше. Давайте помним, что от чистоты наших помыслов зависит чистота нашего города. Спасибо за внимание.